20 ребят из Люберец прошли отбор на всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи. В неформальной обстановке и с напутственными словами их проводил глава округа Владимир Волков. Как прошла встреча и чего ждут от поездки юношей и девушки, узнала съемочная группа нашего телеканала. В преддверии такого замечательного мероприятия мы решили все вместе организовать встречу с делегацией городского округа Люберцы, которое буквально послезавтра стартует уже на Черноморской побережье. Всемирный фестиваль – самое масштабное молодежное событие. В нем принимают участие 30 тысяч российских и иностранных юных лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки и других направлений общественной жизни. Некоторые ребята уже отправились из Люберец в Сочи. Те, кто пришел на встречу, уезжают со дня на день. Это огромная площадка для обмена мнениями, для получения новой информации, для новых знакомств, для знакомств с интересными людьми. Конечно, я не сомневаюсь, что вы вольетесь в эту тусовку. Там, где вы, где молодость, где креатив, где новые идеи, всегда и жизнь меняется в лучшую сторону. Последний раз фестиваль проходил в 2017 году. Тогда там собралось около 25 тысяч человек. В этом году от городского округа выбрали 20 юношей и девушек. Они проведут в Сочи 7 дней. Их ждет насыщенная программа «Новые знакомства и знания». На фестивале я в первый раз, в числе амбассадоров я тоже первый раз. Для меня это совершенно новый опыт, тем более на событии мирового масштаба. Чего я ожидаю в целом от фестиваля? Это, конечно же, новых знакомств, новых положительных эмоций и обмен различными идеями с ребятами из других регионов, из других стран. Не похожих на нас и в то же время очень схожих по менталитету с нами. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Гости в возрасте от 18 до 35 лет смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках. А также увидеть выступления творческих коллективов и провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.